Сибиряк сдавистанский, так сказать, кровью хазятовский. Сейчас там хейтит Харитонова, потому что он там пожал руку. Вот в этом всем белье я копаться, например, не хочу. Бой сегодня смотрели? Бой? Брой Джонс против. Блин, нет. Я жду, конечно, у меня вчера тяжелый день был. Заключительный спарринг. И потом парная, потом массажа. А массаж у меня не то, что там энергия рук. Там не энергия рук, там тебя ломает. Поэтому это все затянулось у меня. Час поспал, вылетел сюда, в самолете пытался поспать. Здесь пару часиков поспал. Чуть-чуть еще в плавающем состоянии. Знаю, что там дали ничью. Какие-то отрезки видел. Тайсон был вроде хорош, как я и говорил. Он двигал корпусом. Как-то больше через корпус он работал. Надо посмотреть полностью, будет противостояние. В 54 года вы смог бы выйти? В 54 года, я не знаю. Я не знаю. Я думал, что и в 34 я не смогу. А сейчас я себя чувствую таким бодром. В 34. А раньше я думал, в 34 я буду такой. Это уже мой микрофон. Вас не предупреждали? Спасибо. Магонет, спросите. А вы жили в Свердловской области какое-то время? В районе Вагонка? Да, да, да. Нижний Тагил. Вы считаете, могут ли за вас болеть на Урале, например, больше, чем за Ивана? При условии, что у него как раз считается, что не все за него болеют на Урале. Конечно. Вообще, я высылаю, так сказать, не только на Вагонку в Нижний Тагил, да, в Свердловскую область, сибирякам. Я знаю, когда у тебя кровь, вот я, так сказать, ты родился в Сибири, да, и в тебе еще дагестанская, вот эта смесь вот эта дагестанская, сибирская, она очень опасная, очень. Поэтому передаю всем привет, всем салам в Нижний Тагил и всем сибирякам. Так что сибиряк тоже здесь на месте. Сибиряк, с дагестанской, так сказать, кровью, хазиатовской. А это еще дагестанская кровь, она еще вот этим кислородом сибирским, знаешь, подпитана. Так что, Ваня, будет сложновато чисто на сибирском моменте выехать. У меня, с двух сторон, подхожу к вопросу. Да, у меня очень положительные впечатления о Нижнем Тагиле остались. А все, что я помню о Нижнем Тагиле, это все самые положительные, положительные люди, хорошие. Я, там, а я еще не ознакомился, так сказать, с этой чернотой и людей, знаешь, когда. Я так люблю вот это с вами разговаривать. Я даже забыл, что я опасный на самолете. Ты уже выпускался по этой истории? Сейчас Харитонова просто очень жестко хейтит в интернете. Она не стоит Харитонова хейтит тоже очень жестко. Я сказал, нужно переждать. Я сказал, нужно передай меня, там, пытаются хейтить, да, и вообще я на нейтральной стоял, задал вопросы. Я говорю, а почему так, а так. И с той стороны, и к той стороне как бы вопросы, и к этой стороне вопросы, да. Все как-то неоднозначно. И я говорил, нужно переждать, пока одна сторона высказывает. Знаете, когда, там, два друга дружили, как бы, это часто я сталкивался с этой ситуацией. Сейчас мы ее увидели в интернете, а я в жизни сталкиваюсь. Два друга, там, подрались, один втащил к другому, было, что-то у них непонятное. Потом один друг, там, рассказывает этим ребятам, какой тот плохой. Это рассказывает, какой этот плохой. Они долго это все рассказывают. Потом кому они это все рассказывают, те наблюдают, как они опять подружились. Это, ну, я просто даже не стоило влезть в эту, как сказать, семейные разборки. Но мы, если мы оставляем вопрос, там, да, нарушил закон, да, если мы исходим из этого, то это вопрос, это уже, ну, там есть закон, есть их какие-то, там, так сказать, семейные отношения, да, грубо говоря, там. Дружеские семейные отношения. Вот в этом всем белье я копаться, например, не хочу. Я знаю, что где-то может быть тот прав, где-то этот. Это вот дружеская, так сказать, суетанность. Бывает такое. И сейчас там хейтит Харитонова, потому что он там пожал руку и так далее. Это его право, его дело. Они дружили. Это его друг. Можно они еще лучше будут дружить завтра. Это произошло. Жаль, что это вышло на просторы. Вот так, ну, все это, так сказать, на публику это произошло. Ну, такое случается. Вот вы сейчас увидели это на публику, да, но часто такое происходит вне публики. И я с этим часто сталкивался, когда два друга имеют недопонимание. И именно точно вот так это все происходит. Один рассказывает плохо о том, другой рассказывает плохо об этом. И в конце они опять дружат. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.